103 или 112? Это номера скорой медицинской помощи, которые можно набирать с любых телефонов, как со стационарных, так и с мобильных. В этом году, в период пандемии коронавирусной инфекции, служба выдерживала огромную нагрузку. Как будет работать скорая в новогодние дни? Как вызвать скорую помощь? Какую информацию сообщить диспетчеру? Об этом, и не только об этом, мы будем говорить сегодня. В студии у нас Виталий Пустовой, главный врач скорой медицинской помощи города Хабаровска. Виталий Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Уже поздравляем с наступающим Новым годом, но мне кажется, что для вас, для ваших коллег, для вашей службы, это все-таки такой особый период. Хотя весь год для вас был, наверное, с наибольшей нагрузкой, для всех докторов, но, наверное, для скорой помощи особенной. Скажите, пожалуйста, вот режим вызова скорой помощи, режим приезда скорой помощи, он как-то меняется в праздничные, в новогодние дни? Или, в принципе, остается все то же самое? Ну, теоретически, естественно, скорая помощь как работала, так и остается работать, поскольку мы работаем круглосуточно. И скорую помощь всегда в любое время, в том числе и в новогоднюю дочь, можно вызвать по телефону 103, про который вы сказали. Либо по телефону 112, тогда вы попадете в единую диспетчерскую службу, но через нее можно попасть в скорую помощь города Хабаровска или других регионов. Ну, вот все-таки вот еще раз проведем разницу, да, между скорой помощью и помощью, которую оказывают в поликлиниках, да, в других лечебных заведениях. Понятно, что в выходные дни у поликлиник будут свои режимы работы. И тем не менее, все-таки скорая – это неотложная помощь, да? Об этом речь. Нет, скорая помощь – это скорая помощь. В рамках скорой помощи вызовы могут быть в экстренной форме и в неотложной. Что касается поликлиник, про которые вы говорите, мы говорим, это первичная медико-санитарная помощь, и она также оказывает неотложную медицинскую помощь в течение двух часов. Поэтому это разные виды помощи. Скорая помощь предназначена для чего? Для того, чтобы помочь человеку сегодня и сейчас при внезапных заболеваниях, там, острых отравлениях и тому подобных состояниях, когда состояние больного угрожает для жизни. Тогда необходимо какое-то срочное вмешательство, ну, и принятие решения. Либо больного оставить на месте, либо больного госпитализировать, ну, или сделать какие-то другие манипуляции. Виталий Александрович, ну, вот по своему опыту работы, вообще вызовы в новогодние праздники, в новогоднюю ночь, они как-то отличаются от обычного времени? От другого времени? Они немножко... Новогодняя ночь, они остаются, пока еще остаются теми же, потом начинается количество вызовов, изменяется количество вызовов, и меняется, наверное, структура вызовов. Вот есть такие общие проблемы. О чем они? Они... Первая проблема – это, естественно, травмы. Количество травм связано с употреблением алкогольных напитков. Причем травмы как детей, так и взрослых. Взрослых, конечно, много чаще. Это не только травмы, которые связаны там с падением на льду. Наше привычное падение на вытянутую руку. Сколько раз говорим, всегда нельзя падать вот так, да, на руку, потому что получишь перелом лучевой кости. Но и травмы связаны с петардами, это ожоги. Дети, которые остаются без пересмотра, тоже, к сожалению, получают травмы. Ну, вот такая группа. Вторая группа – это, конечно, наши пищевые отравления, потому что очень многие доедают салат на Рождество. Тот, который сделали 29 декабря. Сделали 29-го, вспомнили о нем 6-го или 7-го. Да, если же торты и так далее. То есть здесь, естественно, как бы, ну, простые вещи. А у всех салатов, ну, в том числе у всех пищевых. То есть не нужно готовить тазиками, и все-таки, если готовить тазиками, то следать его за день, да? Это раз, либо можно приготовить это все в виде каких-то полуфабрикатов заготовок и в день употребления все как бы смешать и сделать. То есть вот действительно пищевые отравления несвежими продуктами – это тоже… Абсолютно верно. Это большая проблема. Тем более, что проблема сейчас возникает какая-то, что очень много госпиталей перепрофилированы под ковидные госпиталя именно для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Поэтому лишний раз попадать в учреждения наши не нужно. Поэтому здесь забота каждого. Забота каждого и нас самих. Ну, плюс новогодняя ночь, как часто связывается с обморожением. Какая она будет, я не знаю. Дай бог, что она будет теплая. И люди будут в варежках и в шапках. Ну да, ведь кажется же еще, что после какого-то обильного застолья, после алкогольных напитков, вроде как даже кто-то берет с собой там что-то, да, чтобы согреться на улице. Но это же такое согревание очень обманчивое. Таким образом согреться невозможно на улице. Это уже давно говорят, это все уже пишут. То есть такое согревание бессмысленно. А можно замерзнуть и уснуть? Это тоже случаи такие, да? Ну, замерзание происходит. Одна из фаз замерзания, оно происходит через потерю сознания, через как раз вот через... То есть человек как будто бы засыпает? Человек как будто бы, да, как будто бы вот как-то что-то где-то присел на лавочке, я сейчас посижу пять минут, а потом, к сожалению, деятельность мозговая заканчивается, человек умирает. Виталий Станиславович, вот еще такой вопрос. Если, например, мы вызываем скорую помощь не домой, да, не своему там знакомому человеку, да, или родственнику, а вот где-то оказавшись случайно там на улице, где-то вот в парке, ну, где-то что, может быть, случилось, да, или человек, который уснул на скамеечке, да, вот здесь что важно, какую информацию важно сообщить? Важно ли дожидаться скорой помощи? Вот есть ли здесь какие-то правила? Ну, особо правил, конечно, нет, но важно что? Важно, чтобы скорая помощь поняла, куда ехать. Потому что когда звонят там пар Динамо и бросают трубку, то начинается проблема. Во-первых, пар Динамо большой, въездов пар Динамо тоже много. Можно с прудов ехать. Ну, простите, что я говорю именно о Хабаровске. Можно ехать там с центрального входа и так далее. Ну, понятно, да. Это первый вопрос. Второй вопрос очень важный. Все телефоны, с которых звонят и вызывают бригады, они учитываются в системе. И старший врач, либо диспетчер, он всегда может посмотреть и на этот телефон перезвонить для уточнения, ну, и состояния, в том числе и уточнить, куда нужно ехать точно. То есть если где-то бригада приехала, она не может найти этого больного. Потому что, иногда бывает же и так, люди идут, кто-то вроде на лавочке сидит, ему плохо. Скорую вызвали и ушли. И потом бригада приезжает к этой лавочке, а там нет ни человека, который вызвал, ни человека, который ушел. И поэтому, когда начинается перезвон, они говорят, я прошел ее, где-то там вот видел и так далее. То есть желательно, конечно, побыть с этим человеком до конца, раз уж вызвали, потому что на ваш телефон может поступить звонок с каким-то уточнением. Ну да, раз уж мы проявили такую... Совершенно верно. Если гражданская ответственность проявлена, нужно ответственность оставаться до конца. Да, это важная вещь. Виталий Саниславович, ну вот, пользуясь возможностью, что вот сейчас, в предновогодние дни, зрители нас видят, слышат. Вот, может быть, о чем бы вы еще хотели бы там предупредить или так лишний раз напомнить, сказать о работе ваших коллег? Или, может быть... Я не хочу предупреждать, я хочу просто, чтобы этот год, тяжелый год, конечно, чтобы закончился хорошо для всех. Закончился настоящим праздником для того, чтобы мы выступили в следующий год с новыми надеждами, с новыми желаниями, с новыми мечтаниями. То есть самое главное, что может сказать врач, чтобы мы вступили здоровыми. А для этого вот эти нюансы, про которые мы сегодня поговорили, конечно, нужно не то, что выполнить, конечно, мы не можем заставить, но эти советы, которые есть, они не для того, чтобы там уменьшить нагрузку на скорую помощь, а для того, чтобы сохранить здоровье. Ну, конечно, конечно, ведь очень часто в празднике, именно в празднике мы, радуясь, веселяясь, мы как будто бы, правда, становимся какими-то такими более открытыми, более уязвимыми, не замечаем, как мы где-то торопимся, где-то спешим, где-то от радости чего-то там не замечаем, не чувствуем, а потом понимаем, что делаем ошибки. Вот здесь, наверное, не торопиться. Психология человеческая, вы правы, как бы, конечно. С другой стороны, это праздник, так было всегда, и, наверное, так будет. И мы уйдем, и наши дети будут так же встречать праздник, и дети их детей. И мы будем предупреждать, и дети детей будут предупреждать. Наверное, мы об этом пойдем. Предупреждать о том, что будет. И мы будем поздравлять, и сегодня, конечно, хочется поздравить и всех наших жителей Хабаровска, и особенно моих коллег, и медиков, всех медиков, которые сегодня работают, и врачей, и фельдшеров, водителей, и других сотрудников скорой помощи Хабаровской, Комсомольской, и районов края, и вообще России всех. Виталий Александрович, действительно, вот, наверное, в этом году как никогда мы, наверное, не думали, не беспокоились, не пугались, да, за свое здоровье. И вот очень, конечно, хочется, чтобы с уходом этого года как-то эта ситуация завершилась, но дай бог, чтобы, ну, наверное, то, что зависит от нас, да, от каждого человека, настолько, насколько это возможно, все-таки мы были как-то во внимании к себе, к своим близким, и старались как-то каких-то вещей не допускать, которые зависят от нас. С наступающим вас и ваших коллег! В студии у нас был Виталий Пустовой, главный врач скорой медицинской помощи города Хабаровска.